Новые реалии обозначились перед миром и перед страной на минувшей неделе. Нефть в районе 70 долларов за бочку. Решение ОПЕК не сокращать добычу черного золота означает, что цены на данном рынке вольны в своих движениях как вверх, так и вниз. Почти 50 рублей за доллар, свыше 60 за евро – таков расплат на валютном рынке. Насколько это критично для России? И главное, что делать в сложившихся обстоятельствах? Владимир Путин на встрече с новым главой французской нефтяной компании «Тоталь» Патриком Буяне обозначил вектор. То, что произошло в Вене на саммите картеля, для нас сюрпризом не стало. Для нас с самого начала стало ясно, что после объявления ОПЕК о несокращении добычи, цены на это отреагируют, будут немножко... Мы здесь не видим ничего особенного. Зима только начинается. Можно ожидать, что к середине следующего года рынок сбалансируется, считает Путин. Что касается текущей ситуации, то, как заверяют в правительстве, нынешние 70 долларов за баррель – приемлемый вариант для российского бюджета. Падение цен на нефть компенсируется понижением обменного курса. Для нас, как для бюджетополучателей, для бюджетной системы, важна, конечно же, не долларовая составляющая, а рублевая цена нефти. Это примерно 3600 рублей за баррель нефти. Эти 3600 рублей складываются из двух составляющих. Из выраженной в долларах цены нефти и из соотношения курса доллара и рубля. Когда цена нефти в долларах была 110, а курс был 32-33, примерно такая же она сегодня, когда цена 71-72 доллара за баррель, а курс 49-50 рублей за доллар. Это те же самые 3600. Также в правительстве обещают, что все социальные обязательства перед гражданами страны будут исполнены. Это приоритет при любом варианте развития событий. Мы, когда планировали бюджет на следующую трехлетку, мы имели в виду, что даже в таких жестких условиях бюджет будет исполняться, и одновременно мы будем пополнять резервные фонды. Что-то откладывать. Еще будем наполнять резервные фонды. Вот даже если ситуация будет развиваться жестко, мы не будем пополнять резервные фонды. А как быть с тем, что волнует граждан? Ростом цен на лекарства или продукты? Тут два ответа. Развитие программ импортозамещения, ну и главное. Борьба с инфляцией сейчас задача номер один для правительства и Банка России. И президент говорит о том, что теперь это совместная задача, это наша совместная ответственность. Хотя по закону это в первоочередном порядке ответственность Банка России. Но правительство не устраняется от этой работы. Будем вместе работать для того, чтобы как раз инфляцию поставить под контроль. В российском энергетическом секторе изменение цен на черное золото встретили спокойно. Ситуация абсолютно некритичная, ожидаемая. Мы считаем, что рынок будет скорректирован. И сегодняшнее снижение и корректировка цен, которые происходят, она повлияет благоприятно в том числе и на то, что уйдут дорогие неэффективные проекты. Цена, на наш взгляд, будет восстановлена в течение среднесрочного периода, до уровня, который, по сути, является для нефтегазовых компаний и странных спортеров комфортным. А что есть комфортная цена для наших нефтяников? По словам Игоря Сечина, чем больше, тем, конечно, лучше. Но даже в случае дальнейшего снижения еще есть запас. Стоимость нефти ниже 60 долларов не будет являться драматичным для Роснефти. Мы будем продолжать работать. Компания имеет себестоимость добычи самую низкую в мире, что позволяет нам достаточно уверенно проходить кризисные ситуации на рынке. Кто из международных игроков может сыграть на понижение? Не заговор ли это против России? По мнению экспертов, на нефтяном рынке сегодня каждый за себя. ОПЕК все еще мечта биржевого спекулянта, но давно уже террариум единомышленников, у каждого из которых внутренние проблемы. У саудитов, например, смена власти. Саудовская Аравия сегодня – это геронтократия, для которой главным является вопрос смены власти, передачи функций правителя. Там идет настоящая битва между семейными группировками. Куда больше важность для саудовского истеблишмента, чем использование нефти в качестве инструмента политического давления. Что называется, не до того. Штаты могут повлиять на ситуацию через так называемую бумажную нефть – фьючерсы, где гуляют шальные доллары. Но и это влияние не беспредельно. На одной чаше весов политика двойного сдерживания, игра против Москвы и Китая. На другой – сланцевый бум с рентабельностью добычи как раз долларов в 70. Мне кажется, что Соединенные Штаты не настолько глупы, чтобы уничтожать собственную сланцевую индустрию, только для того, чтобы еще больше сократить российские доходы. Но есть и другой фактор, фактор Китая. Почему? Потому что чем дешевле нефть, тем лучше для Китая. Если цена дорогая, наоборот, наказываешь Китай, помогаешь России. Например, они заставили саудовцев повысить производство, повнизить цены. Но Китай тут же взвинтил покупки нефти. У них есть хранилище. Они в сентябре повысили закупки нефти на 10%. В октябре повысили на 11%. Понимаете? Трудно эти заговоры осуществлять, когда существуют большие игроки, типа Индии, Китая, Бразилии. В прогнозах, почем будет баррель, недостатка нет. Скептики полагают, что в ближайшее время цена будет колебаться в коридоре от 50 до 80 долларов. Очевидно, что ситуации, подобные нынешней, для российских госуправленцев – вызов, который требует от них не только понимания и анализа, но и нового качества принимаемых решений. Одно из них, как считают в Совете Федерации, назрело. И это, по сути, выбор в пользу нового вектора развития России. Основная цель экономической политики в условиях экономических санкций должна быть направлена на ускоренную трансформацию экономики от моделей, ориентированной на внешние факторы роста, к модели, ориентированной на внутренние источники роста. Задача сложная, но для ее решения есть все необходимые ресурсы. Да, мир взаимозависим, да, глобальная турбулентность – не миф. Но когда страна крепко стоит на ногах, и с настоящим все как-то понятнее, и в будущее можно заглядывать посмелее.